Дмитрий Моисеев И это вечер бокса, запланированный на 17 мая в Москве, в главном поединке которого встретятся Денис Лебедев и Гильермо Джонс. Также там будет боксировать Александр Поветкин. Почему я выбрал именно эти бои? Ну, каждый бой Флойда Майвезера это большое событие и пропускать его в принципе было бы неправильно. Что касается вечера бокса в Москве, то я уже купил у него билеты. Об этом вечере бокса будет и следующий выпуск блога. Поэтому на этом событии также остановимся подробнее. Начнем наш обзор с боя между россиянином Денисом Лебедевым, который в настоящий момент является чемпионом мира по версии WBA, и панамцем Гильермо Джонсом, который в настоящий момент является обязательным претендентом на данный титул. На Денисе мы, в общем-то, останавливаться особо не будем, потому что еще в пятом выпуске BoxingBets блога, тема которого был лучший российский боксер, я подробно рассказывал о Лебедеве, рассказывал о тех плюсах и минусах, которые, на мой взгляд, у него есть. Что касается Гильермо Джонса, то в широкой публике, в общем-то, он малоизвестен. Рассказать о нем есть что, потому что и личность он интересная, и заслуги у него немалые. Чего хотя бы стоят данные, что при росте 193 сантиметра сейчас он является полноценным тяжем, который между боями весит около 100 килограмм. А когда-то, в начале карьеры, он укладывался в полусредний вес, то есть вес его порядка 66 килограмм. Это та же весовая категория, где сейчас дерутся Флот Майуэзер, Мэнни Пахьяо. Вот и представьте, парня ростом 193 сантиметра и парней ростом около 170 сантиметров. Для того, чтобы вам лучше познакомиться с Гильермо Джонсом, наша справка. Гильермо Джонс – панамский боксер-профессионал, который родился 5 мая 1972 года. Гильермо дебютировал на профессиональном ринге в далеком 1993 году в полусреднем весе до 66,6 килограмм, под попечительством известного промоутера Дона Кинга, с которым сотрудничает и по сей день. В 1993 году по 2002 год дрался с полусреднего по полутяжелые веса, где завоевывал второстепенные титулы, а также два раза патендовал на титул чемпиона мира. Однако главные достижения ждали Гильермо в тяжелом весе, куда он перешел в 2002 году. В этом году он дерется за титул чемпиона мира по версии WBO, но бой заканчивается ничьем. В 2005 году он раздельным решением судей потерпел третье поражение, уступив в близком бою будущему чемпиону Стиву Канингену. Однако это было последнее поражение панамцев вплоть до настоящего времени. Далее Джонс выиграл отборочный бой за звание обязательного претендента. Празднуя победу, он повредил ногу и упал на канвас, где лежал более минуты. Далее Гильермо провел ряд ничем не примечательных боев в супертяжелом весе. Правда, интересен тот факт, что Джонс тем самым установил своеобразный рекорд. Его максимальный официальный вес в рамках супертяжелого веса составил 96,6 кг. Тогда в начале карьеры он дрался с минимальным весом 66,1 кг. Таким образом, из-за своей карьеры он прибавил более 30 кг. После этого Джонс вышел на заслуженный чемпионский поединок с чемпионом WBA в тяжелом весе, Ферратом Арсланом, и нокаутировал его в 10 раунде. Это тот самый Арслан, который в прошлом году устроил хорошую трепку Марку Кук. Гильермо можно по праву признать не менее активным чемпионом всех последних лет, ведь первую защиту титула он провел спустя более двух лет. 2 октября 2010 года Джонс нокаутировал Валерия Брудова, и спустя еще более года во второй защите титула нокаутировал Майкла Марн. Дарри Джонс был лишен титула, и вот мы увидим его в Москве 17 мая. В бою против российского чемпиона Дениса Лебедева. Теперь вы куда лучше знакомы с Гильермо Джонсом, так что можно поговорить о том, насколько интересен и ценен этот бой. С одной стороны, можно сказать, что Джонс очень опытен, ведь за 20-летнюю профессиональную карьеру он, в общем-то, многого достиг, потерпел всего три поражения, причем последние из них более 8 лет назад. С другой стороны, нельзя забывать, что Гильермо уже за 40 лет, и последние годы он был очень малоактивен, проведя лишь три боя за 5 лет. Однако я не буду разводить теоретически трех относительно силы и шансов панамца в бою с Денисом. Мне удалось пообщаться по телефону с сильнейшим поутяжеловесом мира Сергеем Ковалевым. Сергей в рамках своей подготовки к последнему бою против Компиле спарринговал с Гильермо Джонсом. И, в общем-то, сейчас мы увидим запись данного спарринга с комментариями самого Сергея. Также мы затронулись с Сергеем Ковалевым, в общем-то, тему его дальнейшей карьеры. Я думаю, это будет тоже интересно многим. Алло, Сергей, слышишь? Да-да. Вот, в общем, я постараюсь как можно быстрее. Смотри, тебе удалось поспарринговать с Гильермо Джонсом в рамках своей подготовки к последнему бою. Вот, пару слов отметь вообще. Какое мнение Джонс о себе оставил? То есть у него вообще ничего уже не осталось? Или, в общем-то, он все еще опасен? Ну, на тот момент, когда я с ним спарринговался, в принципе, наверное, его так, скажу честно, такое мнение у меня сложилось, что его сняли откуда-то в пальму, где он просто, наверное, какое-то время долго не тренировался. И, как бы, у меня все так все хорошо-хорошо было. То есть проходила с ним на тренировках все. Вот, и это было, допустим, с понедельника мы начали, да? А уже к пятнице, то есть я подустал, потому что там кто-то изгонка веса, как бы, сказывалось. А он, как-то, наоборот, обороты набрал. То есть мне уже было с ним, как бы, похлажнее. Так что он еще, как бы, я думаю, что он может. И если он в форме подойдет, то он, как бы, ну, Денису, как бы, не просто придется, как бы, поработать. Ну, можно сказать, что прогнозы вообще штук и сложные, и неблагодарные. Ну, вот, в принципе, как ты считаешь, бой Джон с Лебедев со спортивной точки зрения все-таки хоть как-то интересен? Или, в общем-то, это... Нет, ну, я только что сказал, что если он подойдет в нормальной форме, то Денису просто, ну, как бы, придется, то есть, тяжеловато. То есть, как бы, он не такой бьющий, Гильермо, да? Да, но он, да, он, как бы, ну, с мозгами. То есть он знает, что делает, вот, и... Да, потихонечку, и все. То есть он, как бы, знает, что делает, то есть, ну, с мозгами, то есть, ну, то, что тупо там идет. То есть, если он подойдет к форме, подготовится, то есть, как бы, нормально, то бой будет интересен, хороший. Ну, опять же, у Дениса есть, есть удар, какой-то никакой, то есть, ну, а Гильермо, я так понял, что он его не держит, потому что тоже, ну, прилетало от меня, и он так, это немножко, были моменты, где он плыл от ударов, да. Ясно. Ну, слушай, Сергей, очень интересно твое мнение. В общем-то, наверное, поэтому бой тебя больше дергать не буду. Просто, вот знаешь, какой еще момент интересен именно по твоей карьере? Я, конечно, понимаю, что все вопросы относительно, а с кем следующий бой и так далее, это скорее, ну, стандартный ответ будет вопроса к промоутеру и так далее. Поэтому я задам вопрос вот немножко по-другому. А с кем бы тебе, вот, в идеале было бы интересно? Да, мне интересно, как бы боксировать только с чемпионами, с лучшими, те, кто сильнее меня сейчас, ну, в плане, как стоят выше меня в рейтингах. Вот, и только, только так, только с такими мне интересно, потому что за счет этого я только могу расти и продвигаться дальше по верху своей карьерной лестницы и так далее. То есть, ну, только с теми, кто серьезнее сейчас занимает позиции, то есть в рейтинге, как бы так вот. Ну, а в принципе, вот мне буквально сегодня дали такую информацию, что уже подтвердили бой мне на 14 июня. В США опять же? На канале NBC, да. Ага. В США, то есть, ну, это будет, это будет бой, наверное, с Корнелиусом Уайтом. За первое место в рейтинге АБС. То есть, за претендента, за претендента уже на титул чемпиона мира, за обязательно претендента. Ясно, ну, шикарно. Слушай, ну, и последний вопрос, пожалуй. Бой в США, но в России ты планируешь как-нибудь выступить или об этом пока не думаешь? Да, я-то как бы готов. Просто тут организаторы что-то как-то, как-то не в силах организовать для меня бой. То ли, не знаю, по каким-то причинам, по каким-то причинам, то есть, ну, не могут, не могут организовать для меня бой. Ну, не знаю, то есть, даже мои промоутеры, как бы, готовы были подключиться к этому, то есть, и давали добро на это. Но меня хотят здесь видеть, но не хотят это как-то проплачивать. Ну, в общем-то, готов российских болельщиков, если что, безусловно, порадую. Ну, то есть, я же дома, то есть, я хотел бы здесь, тем более, вообще, хотел бы побуксировать Челябин. Ясно. Ну, просто как-то, ну, пока не удается, я думаю, в дальнейшем все равно это сложится, как-то такая возможность. Так что, как только она появится, мы обязательно побуксируем. Понятно. Ну, все, Сергей, тебе спасибо огромное, не хочу тебя больше отвлекать. Да, конечно, все, спасибо за время. Вот такое вот мнение выразил Сергей Ковалев. Основываясь на этом мнении, в общем-то, можно надеяться, что бой будет весьма интересным. Да и в любом случае, в лице Гильермо Лебедев получит высокого опытного тяжа с хорошим джебом и с прочной защитой. Если же все-таки делать прогноз на этот бой, то многое будет зависеть от того, как будет готов Гильермо. Но, на вскидку, предположу, что он будет малоактивен, будет много отсиживаться в защите, изредка постреливая джебом. Денис будет быстрее его, Денис будет лучше двигаться, будет работать серийно, постепенно изматывая пананцы. И, скорее всего, нокаутирует его во второй половине боя. На этом, пожалуй, об этом вечере бокса мы закончим разговор. Я вот сразу еще раз подчеркну, что я еду на этот бой, так что уже в 10-м выпуске BoxingBetsBlog'а ждите подробный видеоотчет об этом бое. Поговорим, что я увидел, как это было, какие чувства испытал. Ну, и будет интересно. Ну что ж, а теперь давайте поговорим о втором событии, то есть это о бою между лидером рейтинга Pound for Pound и чемпионом мира по версии WBC, американцем Флойдом Майвезером-младшим и временным чемпионом по той же версии, американцем Робертом Геррера. Как-то незабавно, как звучит в коем-то веке, Майвезер проводит обязательную защиту титула. Такого не было уже, наверное, лет 5, если не больше. Про этот бой можно говорить очень и очень много, но я постараюсь просто обозначить ряд мыслей своих по этому поводу. Флойда Майвезера можно любить или не любить, но его бои нужно смотреть обязательно, потому что сейчас на наши глаза пишется история бокса. Спустя много лет Флойд будет среди лидеров различных классификаций, различных рейтингов. И, в общем-то, вы действительно сможете сказать, что чуть ли не вживую, но, по крайней мере, в прямом эфире наблюдали за всем этим. Вы с гордостью можете рассказать своим внукам, что «Вот помню, я смотрел какой-то бой Флойда в прямом эфире». А ваши внуки «Деда, да неужели самого Флойда?» Майвезеру уже 36 лет. Дерется сейчас он весьма редко, то есть бой Скотта был год назад. И уже тогда лично я увидел некоторые признаки старения на действиях Флойда. Его руки уже были не так быстры, его реакция чуть притупилась. Но, учитывая, что Флойд полагается не только на свои физические данные и рефлексы, я думаю, его ждет более долгая карьера, чем того же Рой Джонса, который как раз в этом возрасте начал катастрофически сдавать. Тем не менее, каждый бой Флойда действительно становится интересней, потому что ему все больше и больше придется приспосабливаться. Учитывая ранее сказанное о том, что Флойд становится хуже, сможет ли Роберт Геррера победить? Я не думаю. Не принижая заслуг Роберта Геррера, стоит отметить, что парень, в общем-то, достаточно простой. Он агрессор, он рубака. Достаточно ли агрессии и напор для того, чтобы победить Флойда? Я думаю, что нет. Здесь нужен еще и определенный уровень бокса. Как ни странно, несмотря на то, что еще два боя назад Роберт Драгс в легком весе, в плане физических данных он особо не будет уступать Флойду, если вообще будет. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, что для победы над Флойдом физданные являются не самым главным. Тем не менее, я не согласен с букмекером, который считает Геррера полным аутсайдером, то есть ставки на Флойда принимаются в среднем на коэффициентах где-то 1.10, ставки на Геррера около 8. Я с ними не согласен, то есть бой, конечно, более равный. Если в процентном соотношении, пожалуй, я дам 65% на 35 в пользу Флойда. Как, на мой взгляд, сложится бой? В общем-то, я думаю, что Геррера будет агрессором, он поведет бой так же, как и с Берта, то есть пойдет вперед, будет прорываться на средней и ближней дистанции, будет там выбрасывать множество ударов. В общем-то, практически не сомневаюсь, что он попытается применить грязные приемчики, которые отлично работали в бою с Берта. При помощи этой тактики он вполне может взять 3-4 раунда, но все-таки Флойд просто умнее. Я думаю, он найдет то, как переиграть Роберта, и в итоге возьмет бой по очкам примерно со счетом 116-112. Иногда он их тоже, думаю, что в бою не будет, так как Геррер боксер весьма прочный, а Флойд Майвезер просто-напросто мастер защиты. В заключении я отмечу еще несколько вещей. В общем-то, смотря те видео, которые подготовил канал Showtime к этому бою, Майвезер в очередной раз вызвал у меня один негатив, то есть сплошные понты, сплошные словеса, что я, 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 я. Не знаю, несмотря на то, что шансов Роберту я даю немного, болеть я буду за него, потому что Флойд, не знаю, меня он лично как человек раздражает, а все его заслуги в ринге, ну, безусловно, я их признаю, но, в общем-то, симпатии от этого у меня не прибавляется. Также поведаю, в общем-то, забавное наблюдение про, как ни странно, Андре Берта. Берта является, в общем-то, ну, когда-то он был топовым боксером, несколько раз завоевывал титулы в полусреднем весе, тем не менее, у меня в данный момент он ассоциируется, если честно с словом, неудачник. Опять же, ни капельки не принижая его заслуг, просто поговорим о фактах. Когда-то он уже фактически заполучил бой с Шейном Мозли. Бой не состоялся. Потом, когда был его бой с Виктором Ортисом, на этом бою присутствовал Флойд Майуэзер. И, в общем-то, я не сомневаюсь, что Флойд приехал посмотреть именно на непобедимого на тот момент Берта. Нужно было только побеждать Ортиса и заполучить этот денежный бой. Вместо победы Берта получил первое поражение и подарил свой денежный шанс Виктору. Через год с лишним Андре снова рассматривался как один из главных кандидатов на бою с Майуэзером. И нужно было победить только Роберта Геррера, который, в общем-то, вышел на бой большим аутсайдером. И снова Берта, вопреки своим отличным физическим данным, показал отсутствие бойцовского характера и данный бой отдал. Так что снова он выступил своеобразным трамплином. Денежный бой с Майуэзером и получил Геррера. А Берта летом этого года возвращается с боксером с восемью поражениями. Как сложатся эти и многие другие бои, мы с вами обсудим в BoxingBets блоге. Побед вам в ринге и в жизни. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok